В Самаре 8 ноября заработают электросирены. В этот день будет проводиться плановая техническая проверка готовности муниципальной системы оповещения. С 10.40 до 10.45 в городе заработают электросирены и сиреноречевые установки на крышах жилых и административных зданий, а также в местах массового пребывания граждан. Звучание электросирены означает сигнал «Внимание всем!» Поэтому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке, сообщает телеграм-канал администрации города Вести с Дворянской. Департамент образования Самары в своем телеграм-канале информирует о том, что в настоящее время здание детского сада, расположенное по адресу улицы Ташкентская, 184А, внесено в АСУ РСО как второй корпус детского сада комбинированного вида номер 120. Его можно добавить в заявление о постановке ребенка в очередь, обратившись в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. В новом детском саду планируется три группы для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет и три группы для детей от 3 до 7 лет. Распределение свободных мест в дошкольные образовательные учреждения, в том числе в детский сад на Ташкентской, планируется провести 18 ноября. Администрация железнодорожного района приглашает жителей посетить пункты вакцинации, где можно сделать прививку от COVID-19 и пройти повторную вакцинацию. Прививка поможет укрепить иммунитет и избежать тяжелого течения заболевания. В период пандемии для поддержания защитных функций важно вакцинироваться каждые 6 месяцев. Записаться на прививку можно дистанционно на портале Госуслуг или по горячей линии 122, а также по телефонам поликлиник. Администрация Кировского района Самары напоминает в своем телеграм-канале, что 1 декабря – это срок уплаты имущественных налогов для физических лиц. Для удобства оплаты можно воспользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова